У нас есть еще один чемпионат мира, Нана Дзагнитзе, просто победила чемпионат мира. Нана, как тяжело это было для тебя и как важен это титло для тебя? Да, конечно. Это было очень тяжело и это титло, конечно, очень важен для меня. Я не знаю, что сказать. Даже сейчас я не представляю, что происходит для меня. Это самый крупный титл, который вы победите? Да, конечно. Да, конечно. И как сегодня? Вчера был Пиа Крамлин, который был лидером. И какие были самые важные игры, которые вы получили в мире? Я имею в виду, что сегодня были очень важные и тяжелые. В конце концов, я смогла обеспечить каждый игрок. И в конце концов, я становился в мире чемпион. Это был мой меч. Да, это точно. Ты был европейский чемпион, но никогда не был в мире чемпион. Нана, как это важно для твоего страна? И какие были твои ожидания, когда ты приехал и после этого? Обычно я не имею ожидания, когда я в турнире. Я просто пытаюсь играть как лучше, как возможно. Я не знаю, я не знаю. Да, да. И еще вопрос о дескоте. Сейчас это первый раз, когда мы использовали дескоте. И нет нужды, чтобы играть в хижабе или абайе. Как вы думаете об этом? Вы поддерживаете идею? Конечно, я поддерживаю эту идею. Я думаю, это была хорошая идея. И я надеюсь, что ФИДЕ будет продолжать этот дескоте в будущем. ФИДЕ, потому что все выглядит так красиво. В этих дескотах и этих белых т-шерках. Я очень люблю это. И последняя вопрос. Вы знаете, что есть мессенджер и плен, чтобы иметь другую Кинг-Салману peace and friendship championship, World Rapid and Blitz championship, в Риаде, где все будет приглашено. Вы поддерживаете идею, чтобы иметь это здесь? Конечно. Я люблю это место. Я очень люблю организацию. Я думаю, что организация здесь была одна из лучших, в которой я видел в моем карьере. Конечно, я поддерживаю эту идею. И, возможно, я смогу вернуться в следующий год, чтобы вернуться и играть. Нана, спасибо большое. И, опять же, приветствую. Спасибо за интервью. Всего доброго в следующих событиях. Спасибо. Спасибо.